Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос. У меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Начинается программа «Добро пожаловаться». Пожалуйста, жалуйтесь, звоните, пишите. Пишите на номер WhatsApp 2-300-6191. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам или звоните в прямой эфир 6-7-212-93-9. На все вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, отвечают наши уважаемые эксперты, председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко и специалист по управлению обслуживающими компаниями Латвии, включая и Ригаснаму Парвалникс Айвер Гонтарев. Добрый день, доброе утро. Ну и можем, наверное, начинать программу. Доброе утро. Вот я бы, может быть, хотел начать с просьбы прокомментировать. Дело в том, что в минувший четверг, вот на прошлой неделе, состоялось, я понимаю, такое совещание Министерства экономики и правление АЛТУМа как раз-таки, какую помощь можно оказать для поддержки повышения энергоэффективности жилого фонда. И тут прямо, я даже выписал, по-моему, в агентстве ЛЕТА, там две программы, но одна больше, там какие-то солнечные батареи, электромобили, и программа вот по поддержке жителей многоквартирных жилых домов, она финансируется из средств механизма устойчивости, там, Европейского Союза. И вроде бы вот на заседании Кабмина одобрили поправки к этой программе поддержки, якобы обещают, что будет доступно финансирование для повышения энергоэффективности. Тут можно отметить, что эта помощь будет состоять из кредита, скидки на капитал для частичного погашения основной суммы кредита. Ну и там необходимые условия будут где-то не менее 30% экономии первичной энергии, и тогда будет предоставлена скидка до 49% от суммы приемлемых затрат по проекту. В общем, как будто бы все выглядит довольно, ну, скажем, заманчиво. Общий объем финансирования только вот этой программы повышения энергоэффективности многоквартирных домов составляет 57,3 миллиона евро. Вот как, если это все сейчас должно заработать, вот каким образом? Тут я понимаю, что все это на конкурсной основе. Насколько это, ну, серьезно, что вы слышали об этих программах? Насколько это все, куда бежать и что нужно для того, чтобы получить деньги на повышение вот этой энергоэффективности зданий? Ну, чтобы куда-то бежать, для начала нужно увидеть саму конкретно программу, то есть все правила, каким образом ты можешь претендовать на участие в этой программе, какие условия ты должен выполнить и что в результате может быть. Пока есть общие параметры. То, что я слышал, есть общие параметры. И 53 миллиона – это цифра, которая абсолютно не впечатляет. Это, скажем, на сегодняшний день средний 60-ти квартирный дом, наверное, на сегодняшний день затраты сегодняшнего дня – это где-то 700-800 тысяч. Что это такое? Ну да, то есть 100 домов даже в лучшем, даже меньше стало. Опять будет несколько десятков. Во-первых, это во-первых. Во-вторых, предыдущая программа «Алтума», которую взялся руководить «Алтум» по его утеплению, несмотря на то, что деньги были, наверное, освоены, она была провалена. Потому что администрирование было настолько усложненным и ненужным, усложненным, и требования были, выдвигались всякие. Хотя, если взять и сравнить проекты, которые в агентстве по инвестициям проходили за 6-8 месяцев, и результаты с теми, что получились в результате «Алтума», ну, результат один и тот же, и проекты фактически одни и те же. Но администрирование растягивало реализацию проекта на 2-2,5 года. Вместо 6-7 месяцев, как это было в агентстве инвестиций. Так что комментировать на сегодняшний день очень сложно. То, что мы слышали о рабочих на работах, но я не буду комментировать, вдруг это все будет появиться. Утеплять здание надо, сохранять здание надо, но... Каковы условия? Дело в том, что сейчас не самое лучшее время говорить вообще о кредитах, инвестициях и так далее. Плюс к этому еще мне очень интересно, как все это правительство собирается совмещать с поправками о применении госязыка, закона о госязыке или новом законе, где значительная часть собственника будет отсечена от доступной информации. Очень интересно вся эта реализация. Да, я, кстати, слышал о том, что сейчас также, по-моему, в разработке и законопроект, который неграждан отсечет от принятия решений по дому, то есть там тоже какие-то будут изменения. Я не знаю, неграждан по дому. Я понимаю, что это было по закону о самоуправлениях, о советах при самоуправлениях. Но если уже неграждан от дома, ну, вперед. Есть ли у вас что-то, что добавить? Ну, вот по этой... Вроде бы такие достаточно громогласные рапорты, планы, тут фигурируют цифры, проценты, то есть выглядит все как будто бы на бумаге эффективно, ну, так, эффектно, но насколько эффективность будет этих планов? Поздно. Как обычно, все поздно, все несвоевременно и так далее. Мы с Сергеем неоднократно рассказывали о том, что с точки зрения политиков очень важно, чтобы одна программа сразу следовала за другой. По Алтуму Сергей может вспомнить точное время, когда они просто перестали принимать заявки, так как денег больше нет. Заявленных заявок уже было больше, чем денег в бюджет. Из-за этого случился так называемый второй провал, что новые решения просто не принимались, так как денег уже больше нет. То есть невозможно было реализовать проект, все время были обещания, что что-то будет, продолжайте. А что будет, да, там обычно в таких переходах, как показывает, к сожалению, наша же история, когда произошел, например, первый раз переход с ЛИА на Алтум, все энергоаудиты, вся техническая документация, можно было или выкидывать, или заказывать заново, в принципе. Здесь то же самое, ну, ребята, сейчас на кону отопительный сезон. Ну, сейчас на кону отопительный сезон с самой-самой рекордной ценой, как та, которая когда-либо была. Раз. Второе. Простите, вот видео нельзя включить, просто у нас пока видео нету. Будет сейчас, будет сейчас. Да, 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 извините, что перебил, там, мы накануне, да, самого такого жесткого отопительного сезона. Накануне самого жесткого отопительного сезона, когда весь фокус должен быть на том, как оплатить эти счета, раз, второе, как уменьшить максимально сегодня счет за отопление, сегодня счет за электроэнергию, при том фоне, при котором инфляция гонит всю экономику в бездну, в принципе, при том кризисе, который наступит. Ну, какая энергоэффективность? Ну, поздно, ребята, поздно. Это должно было быть, в принципе, полтора года обратно, чтобы программы продлевались одна за другой. Да, не была яма, и теперь они что-то решают. Они еще до конца не решили. Ребята, ну, сейчас нужно думать о том, как мы сегодня будем покрывать счета. Это такая галочка на бумажке. Ребята, мы что-то думаем. Мы что-то-то нашли. В масштабах тех проблем, которые у нас на кону, это пыль. Просто пыль. Ну, вот. Не знаю, как это называть даже. Ну, вот, попроще, без мастерных слов. Ну, вот, ну, не знаю. Ну, вот. Приняли решение о том, что, как, каким образом поставщики будут поставлять нам теплоэлектроэнергию, да, там. Будут штрафные санкции? Не будут? Никто не знает. Каким-то образом повлияли на биржевую цену? Я не знаю, кто-то из вас вникал. Вот как создается биржевая цена, за которую мы все платим электроэнергию. Там она определяется тем, насколько в данный момент самый дорогой поставщик поставляет электроэнергию. Самый дорогой поставщик – это те поставщики, которые получают электроэнергию от газа. То есть мы все сейчас платим за какую-то вот подчасовую ставку из-за того, что кто-то в бирже поставил, поставляет самую дорогую электроэнергию. Кто-то в это вник. Вот что нужно решать именно сейчас, в этот час. Ну, нужно было уже месяца три обратно, но вот именно в эту часть эти вопросы нужно решать. Это уже поздно. Это хорошо, что они приняли, но, ребята, поздно. Это как благим намерением и путь в ад проложили. Ну, что-то такое. Ну, нужно решать вопросы тогда, когда они актуальны. Но Сергей правильно сразу с корня. Какие кредиты? Вы понимаете, что, например, прописанные штрафные санкции, которые в договорах с поставщиками – это 2%, 1,5% в день. Сейчас поставщики, мы можем читать все рапорты за первые полугодия, они, коммунально я именно имею в виду, они заработали вообще сверхприбыли, которые у них были исторические. А единственное... Вопросы? Да, единственное... Вопросы. Господин Гондарин, в горизонтальную можно будет перевести, да, еще в видео. Просто у нас так будет удобнее. Я напомню, телефоны в нашей студии 67212-9399, 67213-9399. Можно звонить, задавать вопросы. Нашим экспертам. Мы говорим действительно о том, что вот, да, вроде бы принимают сейчас решение о программе повышения энергоэффективности многоквартирных домов, но, скорее всего, вот с этим действительно мы опаздываем очень сильно, потому что вот реально, когда эта программа может заработать? То есть получается, что у нас сейчас самый такой вот начинается очень сложный отопительный период, а вот когда реально дома могли бы воспользоваться всей этой программой, ну вот по опыту и действительно повысить, ну, обновить, реновировать дома? Те, кто выживут через полтора года. Ну, давайте немножко по-другому скажем. Я помню, когда в 2009, каком, 10 или 11 году передали АЛТОМ, я был один из первых, кто подал заявку, приготовая технической документации. До финансирования я добрался за два с половиной года. До финансирования. На самом деле, я бы еще раз сказал и усугубил, в государстве нашем нету программы реновации жилого фонда. Есть программа оказания неких подарков отдельным домам, которые готовы взять эти подарки. А у нас, между тем, просто есть звонок, ну, там разрываются сейчас вот телефонные линии. Да, здравствуйте. Ну, вот у нас, у меня злободневный вопрос есть. Значит, я живу в доме, в Бедребе, да, обслуживает компания. Вот прислала, распределила почти 8 кубометров на каждые из 90 квартир, потому что протекала вода, и по 4 месяца, по 4 дня они приезжали устранять неисправности. Вот, значит, не убирали целый месяц, хотя каждую неделю раньше убирали со скандалом и заставили убирать. Вот, уважаемые эксперты, ответьте подробно на каждый вопрос, не пропуская. Первое, как заставить управляющую компанию работать? Мы платим более 3000 евро в месяц. Это что, им зарплата, что ли? И они ничего не должны за эти деньги? Они дополнительно берут за ремонт и всякие там внизу деньги. И еще, этот вот 500 кубометров, можно ли как-то с них взыскать? Какой процент потерь должен быть воды? Спасибо. Ну, потерь не должно быть вообще. Потеря – это, значит, вылитая вода. 500 кубометров – это практически 10 железнодорожных цистерн. Очень интересно, куда они вылились. Я бы спросил так. А отвечая на ваш вопрос насчет управляющей компании, ну, заставлять, наверное, работать никого не надо. Это абсолютно бессмысленное занятие. Если кто-то не хочет работать, то его заставляя не заставляя, он все равно найдет способ не работать. По состоянию трубопроводов хочу обратить ваше внимание. Если управляющая компания предлагала вам произвести капитальный ремонт трубопроводов и прилагала при этом акты обследования, которые подтверждали такую необходимость, а вы не приняли соответствующего решения о производстве ремонта и финансировании этого ремонта, то отвечаете за состояние трубопроводов вы. Задача управляющей компании своевременно определить болевые точки и предложить собственникам квартиры их исправить. Поэтому в данном случае мне очень сложно сказать, каким образом вы можете что-то потребовать от управляющей компании. Если она вам предлагала ремонт трубопроводов, ну, а вы отказались, ну, чего же вы ждете? Если они не убирают, то, опять-таки, надо смотреть договор. Мне трудно вам посоветовать, мы скажем сейчас ту банальную фразу, которая злит всех радиослушателей. Меняйте управляющую компанию, заставляйте ее работать. Ну, я думаю, что невозможно. У нас еще один вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Господин Сидорко, вот я попрошу вас ответить, правильно ли я понимаю, значит, по поводу утепления, и правильнее сказать, по поводу потерь тепла. Я слышала раньше, что по каждому дому можно определить, какова потеря тепла в этом доме. То есть делится все съеденное домом тепло на площадь дома. И есть какие-то границы, выше которых считается, что это большие потери тепла, ниже, ну, так сказать, допустимые. И поэтому, если по каждому дому, по дому просчитать, и если окажется, что это не превышает вот этих вот стандартов, то, может быть, и не надо связываться с аутумом, с кредитами, с большими расходами, которые потом потянут еще там что-то, а, может быть, поступить, ну, знаете, грубо говоря, законопатить, пройти по дому тщательно и законопатить все дырки, как говорится. То есть посмотреть, где разбитые окна, где щели, там что-то в подвалах, на чердаках, на площадях, которые, в общем, пользования находятся. Но сделать это должны работники, работники, обслуживающие компании. Спасибо. Ну, попробую вам ответить. То, что вы сказали, да, действительно, можно посчитать удельное потребление вашего дома, имея на руках цифры, допустим, общее потребление тепла за последние 3 или лучше 5 лет, поделить это на отапливаемую площадь дома, вы получите некую цифру. То есть ежегодное потребление берем, делим на отапливаемую площадь дома, получаем цифру, за 5 лет в среднюю берем. В среднем такие расчеты в свое время ВИЧ-энергетическое агентство Париги провело, и среднее потребление в серийных домах колебалось от 180 до 200 киловатт на квадратный метр в год. Это очень высокое потребление. Значит, нормативом предусматривалось порядка 150-160 допускалось потребление. Ну, а это норматива. А реновированный дом потребляет в среднем, скажем, где-то 90 киловатт. То есть я бы сказал так, то, что вы сказали относительно приведения затыкания щелей, дыр и так далее, это все очень нужно, это очень полезно, но это большого эффекта вам не даст. Это большого эффекта вам не даст, это даст вам краткосрочный эффект, и с каждым годом щелей и дырок будет все больше и больше, потому что здание стареет, оно требует капитальных вложений, оно требует модернизации. Ничего вы с этим не сделаете. Поэтому я бы коротко ответил так. Да, определить, на каком небе вы находитесь, вы находитесь выше к максимальной планке или ближе к реновированному дому, потому что, может быть, есть дома, которые энергоэффективны и сегодня, что зависит от исходного материала и качества строительства. Но, скорее всего, нет, вы находитесь в высшей планке потребления тепла. Сократить потребление можно только одним радикальным способом. Это глубоко модернизировать дом. Об этом мы уже мне огородно говорили. Это утепление, это ремонт необходимых конструкций, это замена трубопроводов, это модернизация системы отопления. Если есть возможности финансовые, то идеально было бы добавить к этому еще и вентиляцию, модернизацию системы вентиляции, оснащение рекуперационными системами и так далее. Тогда вы бы сегодня могли бы выживать. Добавлять больше я ничего не хочу к этому, потому что частично, может, если у вас нет возможности и желания делать реновацию, ну, хоть что-то делайте. Но эффекта вы не достигнете. Тут пришло к нам такое большое письмо с несколькими вопросами. Я напомню, что можно присылать ваши вопросы на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, а звонить в прямой эфир 6-7-212-93-9. Вот как правильно отправить запрос в управляющую компанию, чтобы получить информацию по конкретным позициям в счете, получить пояснение, почему именно такую сумму платить и получить аргументацию? Ну, по конкретным позициям, как правильно, письменно. Письменно, так, чтобы у вас, ну, было доказательство того, что вы запросили. Это первое. Второе, ну, аргументация какая? Обычно, если меня-то об этом спрашивают, ну, аргумент у меня простой. Вот вам счет поставщика, вот решение дома или правила кабинета министров о том, как правильно делить этот счет, и вот расчет. Какая там аргументация? Там все очень просто, потому что, как правило, что делает управляющая компания? Получает счет за вывоз мусора, ну, условно говоря, 100 евро. В квартире 60 квартир, и собственники квартиры решили делить этот мусор, ну, скажем, пропорционально количеству квартир. Берем 100 евро, делим на 60, выставляем счет, там, один с чем-то евро, выставляем каждой квартире. Все. Точно так же с водой. Получили счет от Рига Суденс, посмотрели на показания счетчиков, которые сдали собственники, например, по холодной и горячей воде, сложили вместе. Как правило, эти цифры не совпадают. Значит, в этом случае мы берем коэффициент, который позволяет или там, по другой методике, компенсировать эту разницу, и выставляем людям. Там никакой науки нет. Ну, вот здесь есть продолжение просто вопроса. Как можно контролировать работу управляющей компании, делать проверки по их работе, если жители не являются специалистами в этой сфере? То есть, правильно ли рассчитана плата в каждой позиции счета? Правильно ли в целом происходит обслуживание? В какие сроки? И добросовестно ли? Вот как, если не специалисты, понять, что у тебя, вот, может быть, дурят, а может быть, наоборот, компания работает очень порядочно? Вы знаете, я на это отвечу так. Очень многие вопросы здесь первые, а короткий ответ такой, наймите специалистов. Есть эксперты, специалисты. Ну, если вы хотите контролировать и жестко там, запрашивайте консультацию тех, кто является специалистами. А в принципе, ну, очень широкое толкование. Я бы ответил так, что значит, выполняют, не выполняют планы. Должны составляться планы управления, планы ремонта. Насколько подробно? Как правильно оформить журнал и осмотр? Все это, понимаете, у нас очень часто, у нас правят балл юристы, это точно совершенно, которые не знают процесса, но описывают, как он должен проходить. Поэтому, скажем, вот мы должны проводить там регулярные осмотры. Как это правильно зафиксировать? Норматива нет, образца нет, методических указаний, которые вы признавали всеми, нет. То есть, каждый то, во что гораздо. После этого начинаются споры. Не знаю, очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос о том, как и кто должен контролировать, и что такое правильное. Ну, просто хотя бы, я понимаю, что возникают какие-то опасения, а не слишком ли завышены счета там по каким-то позициям? Не слишком ли мы много платим домоуправлению там на обслуживание? Вот мы считаем, что это слишком большая сумма. Как вот правильно? Понимаете, Олег, я отвечу так. Завышены счета какие? Те транзитные счета там за тепло, в воду и так далее. Я вам сказал, там механизм очень простой. Законодательство четко говорит, ты ничего не можешь накрутить. Ты получил 1000 евро счет, ты его должен по тому алгоритму, который описан либо в правилах Кабинета министров, либо в решении дома разделить эти деньги. Если вещь идет о том, что а не дорого ли нам обходится обслуживающая компания и ее вот эта абсолютно не кошена с максимумом. Но если вы можете найти дешевле компанию, так, наверное, дорого. Если вы можете найти компанию, которая будет дешевле делать то же самое. Но вот так вот сидеть и говорить, а вот мы вам давайте-ка вы делаете ту же работу, но за два раза более низкую цену, ну, я не знаю, кто из обслуживающих компаний согласится с такой постановкой вопроса. У каждого есть свое внутреннее обоснование, почему ценник такой, именно на их услуги. но можно ли найти более дешевле? а вот подскажет, он на рынке больше. Я слушаю, просто не так интересно, поскольку я сам лично сейчас задействован в одной разборке по счетам, где я приобрел тоже некоторую недвижимость в центре города, и там какие-то исторические отношения, все так далее. Когда я сам лично начал разбираться со счетами, ни одной правильной позиции, ни одной. Я со всеми своими знаниями, своими возможностями позвонить любой компании, почти любому члену правления любой компании или найти выход на него, прошло четыре месяца, ребята еще не привели в порядок счета. То есть это другая сторона медали, да, вот есть так, сторона медали, который рассказывает Сергей с точки зрения домоправления, где мы сами те домоправления, которые мы организуем, нам все ясно, четко, понятно. Все по закону, так, как вот сказано, или там, если у законов есть несколько вариантов, как делить счет тогда, вот какой принятый по такому и реализуемый. Для нас это очень просто. Вот счет, вот исходник, вот с чего он состоит, вот так он делится на квадратный метод. Но в жизни, ребята, то, что я увидел, ни одной, начиная с первой позиции, суммы обслуживания, просто вот захожу в кадастр, сколько там площадь дома, сколько площадь недвижимости, и она уже не совпадает, да, там, не говоря о всем остальном. И, ну, к сожалению, это действительно такая, ты должен знать это, и чтобы докопаться, да, истина, да, ну, и, конечно, тем временем, пока ты разбираешься с счетами, там, ну, в моей конкретной ситуации, наверное, не буду скрывать, это сивинити. Я думаю, у многих по городу много вопросов по счетам сивинити, да, и, ну, это просто кошмар, да, и то, что вы можете сами, да, так Сергей говорит, спросить просто по конкретному месяцу, попытайтесь разобраться по конкретному месяцу. есть суммы обслуживания, да, то есть, это Absalom Cautions Max, ну, это просто, сколько по рынку есть, столько она есть, ну, попытайтесь ли вы там задались этим вопросом, сами посчитать, ну, вот, есть калькуляторы всякого рода, да, там, вы там знаете, что, сколько стоит работа дворника, сколько стоит работа сантехники, далее, и попытаться разобраться, да, это самое простое, потому что мне только тоже, вот, недавно было общение, долго с эстонскими коллегами, которые считали, что дворнику можно платить 100 евро, я говорю, ребята, реально, это конкретный адрес, Каунс, Каунс, М2, там, периметр, наверное, километр-полтора, я говорю, точно считается, что можно платить дворнику 100 евро за такую территорию, где там остановки, все остальное, я говорю, нет, я говорю, мы платим совсем другие деньги, мы платим через налоги, то есть, вся эта сумма удваивается, как минимум, да, это сумма обслуживания, если вам хочется тогда добраться до вот истины, сколько это стоит и почему это стоит и так далее, посмотрите, похожие дома, потому что очень важно, сумма обслуживания зависит, насколько большой земельный участок и насколько много квадратных метров, которые оплачивают эти услуги, потому что есть какая-то сумма икс, которая делится на эти квадратные метры, и самое большое, это мы неоднократно тоже с Сергеем уже упоминали, это издержки за уборку, это 50-60% всегда от тех издержек, которые за сумму обслуживания, за остальные все позиции, так как Сергей говорил уже, за конкретный месяц спросить счет поставщика, если вам не высылают счет поставщика, просто пишите от своего имени запрос в Рига Суденс, выборщику мусора, это раз. Второе, в кадре СЛВ есть публично доступная информация про площади вашего дома, да, то есть сколько у вас площадь квартир общих, сколько у вас площадь балконов, лоджий, сколько у вас внутренней площади, которая отапливается, да, и таким образом, ну, если есть время и желание, шаг за шаг, вы можете разобраться с издержками вашего дома, и уже спрашивать не общие вопросы, дайте мне все отчеты про все-все-все, потому что я все хочу контролировать, а уже точные вопросы, вот, ребята, вот, позиция там, вывоз мусора, да, я вот получил счет поставщика, так как вы мне долго не выставляли, он такой, площадь такая, квартир столько, а у меня вот в счете столько, да, почему так, по моим расчетам должно быть так, так бывает действительно, что по каким-то историческим, как в моем, наверное, случае, где я разбираюсь, да, по историческим каких-то позициям и совпадениям, исторически было так, и они продолжают так обобить, но на данный момент это уже не соответствует правде, да, и вы можете таким образом тоже обратить внимание дом права, что, ну, ребята, там, 15 лет обслуживаете дом, но все-таки за это время что-то поменялось, и вот сейчас мы выходим на такие цифры, а не такие, как вы указываете в счете. У нас между тем еще один вопрос есть. Здравствуйте. Сделайте эти шторы, к радиоприемник, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот в 16-м году начинали реновацию, собирали подписи, в 16-м, в 19-м году. Сейчас вот в четверг прошло вдруг собрание по реновации дома. Такой вопрос, кто должен, кто составляет проект реновации, смет реновации, должна ли управляющая компания перед собранием и перед составлением сметы пройти по всем квартирам дома, чтобы узнать, что в какой квартире нужно. Смета составлена непрофессионально, не указаны, какие материалы нужны, сколько их нужно, какая их стоимость, какая сумма. Но уже выставлено, что 374 тысячи должны платить сами жильцы. и собирают подписи. У меня только один вопрос. Вы в инновации сейчас вам предлагают с использованием денег Европейского Союза? Да. Фирма «Алту». Понятно. Ну, если можно, я попытаюсь прокомментировать. Первое, то, что, о чем я и говорил, что от момента принятия решения о том, что мы будем реновировать для того, чтобы дойти до самих утверждений, уже самих окончательных цифр, по методике фирмы «Алтум» проходит 2-2,5 года. И люди уже забывают о тех решениях, которые они принимали ранее. Это первое. Второе, относительно непрофессиональной сметности. Тут я с вами не соглашусь, потому что, насколько я знаю, какие-то такие жесткие требования, которые выставляет фирма «Алту» для подготовки проектной документации, строительной, я имею в виду, потому что проект – это понятие несколько более широкое, строительной документации и смет. Но я думаю, что даже при госзакупках не всегда применяется. Поэтому наверняка либо вы увидели не те документы, либо вы что-то неправильно поняли. На самом деле я скажу так. Если вы в свое время принимали решение о том, что вы будете реновироваться и вам завезервировали деньги, и сейчас вам предлагают это делать, это нужно делать. Это последний поезд, в котором еще можно уехать в более безопасное будущее. Но относительно того, что ходить по квартирам, ходили специалисты, оценивали состояние дома. Реновация подразумевает не ремонт в квартирах, а ремонт общей части имущества. Стены, потолки, стены, перекрытие, чердаки, система отопления, система водоснабжения. Это не проблема какой-то отдельной квартиры. Просто был... Сейчас. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а при реновации подъезда и сами перила входят в реновацию? Вы знаете, я отвечу вам так. При реновации в первую очередь входят все те мероприятия, которые ведут к повышению энергоэффективности. Это означает утепление, замена трубопроводов, модернизация системы отопления. Ремонт конструкции с такой целью, чтобы влага не проникала в конструкцию. Косметический ремонт, в том числе, там, перила делать или нет, это уже вопрос добровольного желания собственников отяготить эту смету. Как правило, такие затраты не компенсируются с внешней стороны, и поэтому вы можете там и мраморные лестницы заложить, и, не знаю, там, дубовые перила. Это ваше право, но это не относится к процессу реновации. Это уже, ну, скажем, полезные издержки, которые вы можете сделать. Подъезд очень страшный. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. Каким образом снимается сумма оплаты в дальнейшем? Что значит снимается? Ну, потом, вот у Альтума мы берем кредит. Сразу мы начинаем дополнительные деньги. Вы берете кредит в банке, когда заканчиваются ремонтные работы, подводится баланс между проектными затратами, ну, скажем, вы планировали потратить там 100 тысяч, потратили, ну, 98 или 102 тысячи. Соответственно, исходя из этого, получаете деньги от Альтума, свои там, ну, в этом случае 50 тысяч, если все достигнуто. Оставшиеся деньги вы делите на общую площадь дома и распределяете между жильцами для или разового платежа. У нас, допустим, в кооперативе очень часто очень многие сразу готовы погасить эту стоимость. Либо берете график погашения кредита в банке под те проценты и по тому графику и делите на оставшихся жильцов, и они там, в нашем случае это было 50 центов примерно с квадратного метра, они каждый месяц платили на погашение кредита, пока он не гасился. То есть берете с квадратного метра по каждой квартире? Ну, конечно. С размером... Вообще все затраты, извините, я перевернусь, все затраты берутся с площади. С площади вашей собственности. Общей. С площади вашей собственности. Спасибо. Спасибо большое. Ну, вот тут пришли еще вопросы, но просто я смотрю, что у нас время очень мало осталось. Спрашивают расходы на ремонт и содержание подземного гаража многоквартированного дома распределили на всех жильцов. Правильно ли это? Да, наверное. Гараж это такое же общее имущество. Ну, если вот в квартире нет машины? Если... Это теоретический вопрос. Если нет распределения гаража, потому что часто гараж бывает как... Весь гараж как отдельное нежилое помещение и каждый, скажем так, каждая стоянка как думаемая часть этого, этого нежилого помещения, тогда эти издержки распределяются по владельцам этого нежилого помещения. То есть обычно думаемые части от этого нежилого помещения. Ну, то есть это... Должны платить владельцы. То есть должны, должны, самый основной закон должен платить владелец. И вопрос, как он выделен, как это помещение, посмотрите, пожалуйста, у вас в земельной книге, как гараж выделен, как отдельная недвижимость, да, как отдельная недвижимость, собственность, Если она как общая собственность, так же, к сожалению, она общая собственность. Ну да, тем более, что сегодня нет машины, завтра машина появилась. Зато у вас есть в этом случае каждому праву пользоваться этой собственностью. Олег, если позволите, в оставшуюся минуту пару слов по этим методикам расчета. Я считаю, что государство здесь, регулируя очень жестко вопросы управления жилого фонда, упустило вопрос контроля. Абсолютно. Все организации, которые бы в досудебном порядке могли бы контролировать, они отстранились. Бюро по защите прав потребителей не считает собственника квартир потребителя. Дальше непонятно, к кому организоваться. Если даже Гакайова рассказывает, он найдет тысячу несоответствий расчета счета нормативным документам, куда ему с этим идти? Ну да. Я думаю, что мы продолжим обязательно этот вопрос. Действительно, очень сложный такой вопрос на следующей программе. Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко и специалист по управлению обслуживающими компаниями. Айвер Гонтарев отвечали сегодня на ваши вопросы. Я вижу, что здесь у нас остались еще неотвеченные вопросы на WhatsApp. Мы обязательно начнем следующую программу с ответов на эти вопросы. Так что не волнуйтесь, в следующий понедельник мы обязательно на эти вопросы ответим. А я пока закрываю сегодняшнюю нашу программу. Олег Пеков был модератором нашей встречи. Всего доброго и до свидания. Радио Болткома